Сегодняшняя сессия проводится, она в том числе посвящена памяти Александра Владимировича Гузвалина. Это один из идеологов Московского клинического форума. И, кто помнит, о чем он говорил, это был активный борец с диким проявлением неравенства в нашем пещерном российском капитализме. Поэтому эта сессия в том числе в память этого очень боевого нашего соратника. Присоединяем теперь к работе сессии. Мы, учитывая, как вы уже видите, уровень докладчиков, а также подготовленные материалы, мы, буду откровенно, сознательно уменьшили количество выступающих. Дабы у тех, кто сегодня выступает, было хоть немножко больше времени для того, чтобы предложить о своих предложениях и наработках. Хотя, если признать честно, это нам, похоже, не сильно поможет. Потому что я вот ознакомился с докладом Сергея Ильича Глазева по теме социальная справедливость и коммерческий рост. Под коротким названием «Программа, опережающая развитие России». Ну, это практически научная книга, где над каждой страницей надо шеветь мозгами не одну минуту. А этих страниц, в тех трех представленных мне материалов, которые я ознакомился при этой сессии, ну, без малого полторы сотни. Ну, понятно, что такой материал уместить там 8-10 минут, даже третьестно, практически невозможно. Ну, и уменьшить еще больше количества докладчиков было уже нельзя, потому что, как вы видите, значимые лидеры общественного мнения сегодня присутствуют. И каждый из них, конечно, есть что сказать по теме справедливости каждому своему сегменте. Ну, поэтому без обид, учитывая масштаб сегодняшних докладчиков, будем выступать по алфавиту. И, как говорится, начинаем. Ну, начну с доклада своего, если можно поставить презентацию. Так, кто-то вставит презентацию? Да. Если можно, следующий слайд. Хотя нет, первый, первый, да. Итак, нужна ли социальная справедливость для устойчивого развития? То есть, если мы говорим, что нужна справедливость, если мы говорим, что нам нужно устойчивое развитие России, одно или другое может быть или не может быть? Ну, наверное, есть смысл, потому что, извините, я не могу сидя говорить, так вот привычка. На мой взгляд, что все же, для начала надо понять, а что такое справедливость? И что это такое? Вот, на мой взгляд, ничего более точного, чем короткое определение социализма от каждого потребностям, похоже, не придумано. Хотя, опять же, а что значит каждому по труду? По труду это как? Или по трудозатратам? Потому что, вот как оцениваете степень труда? Сегодня очень просто, на самом деле. Когда мы начинаем даже в этой короткой фразе искать, справедлива она или нет, что такое труд, как его оценивать, количеством пота, количеством суданного продукта, чем, как, не совсем понятно, но, тем не менее, любая формула имеет, как бы, момент ее интерпретации, поэтому здесь хоть что-то похожее на то, что можно брать за основу определения справедливости. Ну, и дальше мы приступаем уже к интересному моменту, когда мы говорим о том, а вообще говоря, что надо для развития. Нужна ли сегрегация или нужна ли справедливость? Ну, вспоминаем 90-е годы. В 90-е годы произошло, как вы помните, достаточно масштабное мероприятие по сегрегации нашего общества практически по всем направлениям. То есть у нас появились разделения нас на тех, кто в городе и в деревне, тех, кто в мегаполисе и в провинции, тех, кто на производстве и тех, кто в торговле, тех, кто многодетный, тех, кто бездетный, тех, кто побогаче и тех, кто победнее. Это только самые простые, так скажем, направления, по которым наше общество проходило масштабный уровень сегрегации. Ну, и, конечно же, разделение активов, которые раньше были в общественной собственности, было просто запредельным, вряд ли справедливым распределением этих самых ресурсов. И, соответственно, тем не менее, у нас были определенные законы приняты, и по этим законам, законным образом произошла сегрегация нашего населения, которая по понятиям справедливости была максимально несправедливой. То есть чем дальше уходит сегрегация в правую сторону, тем больше падает норма справедливости в данном конкретном обществе. Это, по сути дела, на мой взгляд, очевидно. Тем не менее, те, кто ставил те или иные задачи и цели по изменению правил работы и жизни страны, они добивались выполнения этой задачи именно способом насаждения сегрегации, которое вызывало падение уровня справедливости. Тем не менее, опять же, вспоминаем закон единства борьбы противоположностей, как условия развития чего угодно, в том числе и общества и экономики. Итак, напомню, о чем этот закон говорит. Единство борьбы противоположностей утверждает, что все сущее является совокупностью противоположных остов, которые являются целостными по своей природе, однако при этом противоречат друг другу. И самое главное, один не может существовать без второго. Таким образом, как невозможно создание общества глобальной справедливости, так невозможно и существование общества тотальной сегрегации. О чем мы в этой ситуации говорим? О том, что, вероятно, так или иначе, для развития необходимы определенные виды сегрегации, но и определенный уровень справедливости, потому что максимальная сегрегация максимально демотивирует людей, которые в этом участии живут. И добиваться какого-то развития при полностью демотивированном обществе, государстве, очевидно, невозможно. И очевидно, что, в общем-то, по большому счету, вся цивилизация, цивилизация нашей не только страны, но и человечество будет бесконечно качаться на волнах синусоиды, переходя от экстремума сегрегации к все новому-новому экстремуму справедливости, лишь на короткое время пересекая координаты золотой середины. Ну и в данной ситуации я не могу не вспомнить, и сегодня об этом тоже будет много разговоров, что вспомню, что сегодня в стране объявлен год годом семьи. И я, безусловно, в нашей сегодняшней сессии не могу не прокричать, что дальнейший тренд на урбанизацию страны и стаскивание населения в 10-15 городов, а это делается, заметьте, за счет несправедливого распределения общественного богатства в пользу мегацентров в ущерб малых городов, сел и провинций, ставит, безусловно, на мой взгляд, жирный крест на любых демократических проектах. Это же больше, чем очевидно, на самом деле. При сохранении нынешней сегрегации по размеру у месленного пункта говорить о приоритете семьи в демографии – это чистые воды, словоблудия и демагогия. Поэтому, когда мы слышим призывы о необходимости увеличиваться в размерах семьи и населения, для меня очень важно понять, как этот момент будет преодолеть, если мы не поменяем приоритеты и не снизим уровень сегрегации между провинцией и мегацентрами. Ну и в рамках вот этого, что я сказал, то есть я не могу немножко эмоционально не остановиться на одном из моментов. То есть, если кто-то когда-то приезжал в крупные промышленные центры, я помню, когда я первый раз приехал в город Череповерси, я ехал на железной дороге, проезжая через огромный город, я так называю город, из конструкции комбината «Северсталь». Километры и километры здания, сооружения, коммуникации, труб, инфраструктуры. Огромное количество. Это даже перефотографировать сложно. Нарисовать не представляю как. А это надо было спроектировать, а потом построить. Так что все это работало. То есть, я не представляю, по какому принципу справедливости и распределения, то ли по труду, по трудозатратам, то ли еще по токому виду распределения, это может принадлежать одному там человеку в принципе. По какому уровню справедливости это может быть? Это очевидная степень невероятной, так сказать, сегрегации в этом направлении. Хотя, если вернуться назад, то мы можем увидеть, что ничто не мешает на верхней стрелочке поменять закон. И то, что раньше было законно, но несправедливо, может стать уже к новому закону, незаконным. Появится новый закон, по которому можно на законных основаниях все опять перераспределить. Это будет, вероятно, какой-то откат в другую сторону. Но вопрос, кто и как этим заниматься, то есть, по-любому, это будет тот самый закон единства, но и безусловной борьбы. Потому что синусоида перехода от одного вида несправедливости к меньшей несправедливости, но и меньшей ферлигации, это как бы постоянный переток направлений в этой борьбу. Итак, что хотелось бы отметить. Короткое, кстати, мой доклад на самом деле не является полным, он является как бы вступительной речью перед докладчиками, которые, в общем-то, представят свои материалы. Но, тем не менее, было бы неправильно не сказать, что в период с 1991 года, а по нынешний период времени, Россия, безусловно, это вы все понимаете, проходит очевидный пик несправедливости. То есть, ну, только слепой может это не замечать. Я вот пример сказал комбината, но для меня еще более вопиющим примером этой несправедливости является город Норильск и комбинат Норильский никель. Если кто-то бывал в Норильске, даже в летнее время, вы понимаете, что это место даже для жизни очень тяжелое. А вот в этом месте, особенно в период зимний, что-то делать или построить, это не может быть частной собственностью отдельно взятого трех или пяти отдельных личностей. Это понятно, что нахождение такого актива в отдельно взятых частных руках – это пик несправедливости. О чем, в общем-то, я тут хотел бы сказать. Но сегодня не только наш народ, но и логика исторического развития страны одним из условий сохранения государства требует движения в сторону большей справедливости, вспоминаем ту схему. Дальнейший рост сегрегации и деление общества во всех сегментах, ну, как людей, так и территорий, не только не позволит стране развиваться, но и обесценит в глазах большинства населения саму ценность быть гражданином России со всеми вытекающими из этого как правами, так и обязанностями. О чем мы с вами могли убедиться, когда год-два назад у нас пошло массовое объект население страны, просто потому, что те, кто люди из страны убегали, они не видели для себя ценностью быть гражданином России. В рамках тех правил распределения обязанностей и ответственности, справедливости, несправедливости, сегрегации пар, люди не видели для себя этой ценности, поэтому уходили. И в данной ситуации или страна сможет снизить степень сегрегации, а значит несправедливости, или же, в общем-то, мы стоим перед риском того, что будем говорить не развитие страны как таковой, а вообще говоря, будем говорить о том, насколько вообще возможно сохранение государства в том виде, как оно есть. Ну и шаги, которые, наверное, есть смысл обсудить, хотя бы первый шаг. То есть всегда возникает вопрос, а с чего вы предлагаете начать? Передел активов или как, или что, или где. Ну, для начала надо вернуться хотя бы к очевидным моментам, которые говорят о том, что если даже приняты законы, которые, ну, мягко скажем, несправедливы, но, тем не менее, в этих законах что-то есть, что если бы они исполнялись, они бы увеличили степень справедливости и распределения ресурсов между людьми, то, наверное, есть смысл хотя бы в этом направлении делать первые шаги. И вот из того, что я общался с коллегами, многими тем, кто занимался вопросом справедливости, это, безусловно, вопрос, который ставится об одном из конъекций, которые по борьбе с коррупцией не только в нашей стране, а больше ста химистик стран, в том числе и Россия, ратифицировали конъекцию, правда, Россия за исключением отдельных статей. И, наверное, первым шагом к тому, чтобы в стране стало больше справедливости и меньше сегрегации, вероятно, все-таки, как пожелание, это построение общества, где будет признано в качестве уголовного наказуемого деяния, когда это деяние будет совершаться умышленно для незаконного обогащения, то есть значительного увеличения активов в любого лица, превышающего его законные доходы, которые оно не может разным образом обосновать. То есть, даже в случае того, что общество и так несправедливо поделило активы, те, кто сегодня являются собственниками раннего народного взболостояния, они даже работают с этими активами, мягко скажем, не совсем честно, делятся даже тем, что непозаконно обязаны давать государство. Ну и, возвращаясь к одному из наших слайдов, единство борьбы предположенности, на самом деле, здесь не факт, что очевидно, что надо сделать, безусловно, справедливое, как бы это ни странно сказать, общество. Вот если кто-то слышал выступление нового главы Аргентины на Давосе, да, он о чем говорил, что все, что касается левых проектов, которые так или иначе за справедливость, это все плохо, потому что левые проекты, социальное государство, и все, что касается социализма, с этим связано, это все, что приводит к замораживанию, развития в стране, и развития не происходит. Он призывал, наоборот, к максимально дикому капитализму, что, безусловно, требует за собой действия по максимальной сегрегации. То есть, вопрос, он стоял так, или мы будем жить в диком капитализме, безусловно, но общество будет развиваться, или, может быть, более справедливо, но тогда мы будем загнивать. Так стоял вопрос глава Аргентины. Это другая, полярная точка зрения. Но дело в том, что человек рождается не только для бесконечной борьбы за победу в той или иной нередко кровавой схватке. Человек рождается не только для борьбы, но для созидания и для счастья. И, на мой взгляд, находясь вечной на борьбе, человек не может быть счастливым. И вопрос нахождения середины между сегрегацией и справедливостью, это вопрос, который позволяет, с одной стороны, достигать развития, с другой стороны, иметь возможность быть счастливым человеком. Ведь я скажу очевидную вещь, что в советское время многие из вас в это время жили, и о том числе мы жили явно менее обеспеченно, чем большинство из нас живет сейчас. Но уровень счастья был тогда также очевидно выше, чем уровень счастья и довольства жизнью людей, которые живут сегодня в более обвеченном мире. Почему так? Потому что тогда уровень сегрегации был ниже, уровень справедливости был выше. Поэтому если мы хотим не только развиваться, но и при этом быть счастливым населением, нам придется думать о том, как искать ту золотую середину и к ней возвращаться, где справедливости будет больше. То, что сегодня у нас явно запрос на справедливость в стране, это очевидно так. Но мой успешный доклад я на этом закончу. Продолжение следует...